Донбасс 26 февраля этого года. Боевой пост. На нем пара бойцов батальона Донбасс-Украина. Один из них Антон с позывным «Питбуль». Сам харьковчанин – веселый, жизнерадостный гранатометчик. Это был его первый выход на передовую со своим подразделением. Подготовился к тому, что надо будет воевать. Это все-таки штурмовой батальон. Это не хор мальчиков-зайчиков какой-то. Я считаю, здесь должны служить бойцы нормальные, которые не боятся, которые знают свое дело, работают по команде. Поэтому страха не было. Суть войны в далеком тылу, говорил Антон, не так ясна. Именно на передовой он расставил точки над «и», уяснив для себя ради чего и как воюет Украина. Дать отпор, дабы они отсюда убирались и не лезли на нашу землю. Освободили Луганщину, Донбасс. И все-таки мы вернули свои оккупированные территории. На боевой пост они выходили вдвоем. Антон и Яна Червоная. Два весельчака вспоминали, как Антон накануне давал свое первое интервью. В тот день ему исполнилось 25. У него был день рождения. И, короче, Петбург там рассказывал полчаса, какая ситуация, какая у нас обстановка, откуда у нас выходы, откуда приходы, что прилетает, что летает. В итоге его вырезали и в конце он рассказывает, у нас сегодня будет тортик. Это вы чисто знаешь такое вообще. Она погибла под огнем артиллерии 2 апреля. Вместе с Яной был убит еще один боец Александр Милютин. В день их смерти Антона не было рядом. Когда вернулся на позицию, пообещал мстить оккупантам. Помните, я говорил, что за смерть Яны у вас будет гореть земля под ногами? Как вы думаете, что сейчас происходит? Слава Украине! Яночка, за тебя! В день своей гибели утром Антон опубликовал это фото и подписал «дважды не умирают, дважды не убьют, погибнуть в бою – честь». Всего несколькими часами позже в него выстрелил снайпер, ранение было смертельным. Своё обещание по братимам он сдержал, как и присягу данную украинскому народу. Игорь Меделян, UATV Редактор субтитров А.Семкин